Ганка. Это боевой робот с парой мечей. Агрегат весом 1520 грамм и высотой примерно 20 сантиметров оборудован алюминиевой рамой с пластиковой внешней оболочкой, которую можно будет обновлять и менять при повреждении. Ганка способен свободно передвигаться в четырех направлениях по любой твердой и ровной поверхности благодаря прочным шасси на колесах. Удары руками и ногами роботу с мечом обеспечивают сервоприводы во всех суставах боевого робота. Питается машина от аккумулятора с 90-минутным сроком полной подзарядки, обеспечивающим до 60 минут нормального использования или до 45 минут интенсивного боя. Также робот оснащен встроенной камерой и масштабной системой датчиков, способной оценивать повреждения в процессе боя. Управляется игрушкой через приложение для смартфонов. Стоимость игрушки составляет 249 долларов. Тесла Сьют Костюм виртуальной реальности Тесла Сьют состоит из центрального модуля управления, встроенного в ремень, перчаток с тактильной обратной связью, жилеты и брюк. Костюм совместим с существующими очками виртуальной реальности, такими как Oculus Rift, MetaSpace Glasses, Google Glass, а также с приставками PSP и Xbox, настольными компьютерами и смартфонами. T-Belt основа костюма. Тактильная система передает ощущения из виртуальной реальности. Пояс считывает движения мускулов и способен стимулировать их делать массаж, измерять температуру и посылать музыкальные волны. Беспроводные перчатки T-Glove передают ощущения с помощью микроэлектрических импульсов, управляемых мини-компьютером. По замыслу разработчиков, пользователь сможет почувствовать теплый бриз или пулю, попавшую в персонажа. Manuka Gyroscope Гироскопы используются во многих устройствах — от космических аппаратов навигации до мобильных телефонов. Старая добрая детская юла — это тоже гироскоп. Компания Manuka Makers создала игрушку из авиационного алюминия и твердой латуни, которая увлечет даже взрослого. Гироскоп Manuka — это идеальный убийца времени и лучшая игрушка-антистресс. Он будет выглядеть очень стильно даже на столе у генерального директора, особенно если вы приобретете для него элегантную подставку. Кью-Лип Это миниатюрный аксессуар, который крепится к теннисной ракетке и собирает статистику о спортивных достижениях игрока и особенностях владения ракеткой. Кью-Лип является универсальным девайсом и может быть прикреплен к любой ракетке для тенниса. Он синхронизируется со смартфонами на iOS и Android по Bluetooth и передает информацию в режиме реального времени. Кью-Лип показывает силу удара, скорость полета, вращение мяча, оптимальную зону удара и ряд других параметров. Кроме того, смартфон, синхронизированный с Кью-Лип, может показать на снятом видео все удары ракеткой по мячу. Бриксо Внешне Брикса похожа на кубики конструктора Лего, но каждый кубик Брикса напичкан электроникой под завязку. Существует три вида блоков – коннекторы для соединения отдельных элементов, всевозможные датчики, в том числе света и звука, триггеры, которые выполняют определенные действия, и батареи для питания. С помощью Брикса можно создавать прототипы умных гаджетов и устройств. Управлять ими можно вручную или через мобильное приложение. Брикса отлично подходит для создания прототипов или обучения программированию и основам разработки. Дюала Дютач Компания Дюала, созданная в 2011 году музыкантом и инженером, представила во Франкфурте свой инновационный музыкальный инструмент Дютач Бета. Он имеет оригинальное расположение клавиш, которые, по мнению создателей, более оптимальны и эргономичны, чем традиционная раскладка пианино. По словам разработчиков, Дютач Бета создан, чтобы обеспечить возможность учиться, читать и играть музыку быстрее, чем с традиционными инструментами. Компактный инструмент охватывает пять октав, имеет автономный режим работы с питанием от батарей, встроенный синтезатор, встроенный процессор эффектов, линейный аудиовыход и аудиовыход на наушники. УГИС УГИС — это взгляд в прошлое. Возможность создать невероятную конструкцию, потрясающую воображение, оживающую на ваших глазах. В этих пазлах нет ничего лишнего. Ни электросхем, ни сервомоторов, только механика. Это не просто уникальная модель, а настоящая система, состоящая из множества шестеренок, рычагов и сердца машины — резиномотора, вдыхающего в механизмы жизнь. Все наборы изготовлены из экологически чистого сырья, натуральной древесины. Многослойная фанера — гарант высокой износостойкости и прочности изделия. Детали вырезаны на суперточном лазерном станке. Без какой-либо дополнительной обработки торцов, все элементы приходят в полное и надежное сцепление. Никакого клея и инструментов. Миллениум Фалкон Дрон Группа энтузиастов перенесла любимую фантастическую вселенную в реальную жизнь. Ими был создан беспилотный летательный аппарат, формами напоминающий космический корабль «Тысячелетний сокол» из оригинальной трилогии Джорджа Лукаса. Миллениум Фалкон Дрон — это дальнейшее развитие известной любительской схемы беспилотников в професи 335. Данный квадрокоптер может похвастаться мощным двигателем на 1100 кВт, четырьмя высококачественными пропиллерами и аккумулятором с мощностью 1800 мАч. Корпус Миллениум Фалкон Дрон создан из легкого углеводородного волокна, малый вес которого практически не влияет на летательные характеристики аппарата. Аквапот Это отличная возможность вспомнить безмятежное детство. С помощью набора стоимостью 25 долларов вы сможете запустить самую настоящую водяную ракету. Вам потребуется обычная пластиковая бутылка емкостью около 2 литров, немного воды и насос для велосипеда. Не беспокойтесь о безопасности. Аквапот разрабатывался как одно из самых безвредных развлечений. Аквапот Боттл Лунча позволит запустить ракету на высоту около 100 футов, что составляет почти 30 метров. ZERO Это первый в мире набор робототехники с ручным управлением. ZERO представляет собой комплект из четырех беспроводных моторизированных модулей, специальной перчаткой для управления и мобильного приложения. С помощью модулей пользователи могут собрать практически любого робота и управлять им движением руки с помощью перчатки, в которую встроены различные датчики. Для создания роботов на базе ZERO можно использовать любые подручные средства, будь то обычный картон, конструктор лего, пластиковые бутылки и многое другое. Возможности ограничиваются лишь фантазией человека. Модули синхронизируются между собой и перчаткой-контроллером по Wi-Fi. Для управления достаточно несложных движений рукой. Например, для поворота в лебо достаточно медленно наклонить руку в ту же сторону.